2015 год объявлен годом литературы. И сегодня мы пришли в гости к Валерию Степановичу Котеленцу, алтайскому поэту и писателю. Валерий Степанович Котеленец родился в 1954 году в городе Асина Томской области. Служил в армии, сменил множество профессий. И хоть писал с раннего детства, по собственному утверждению, к литературе пришел не сразу. Кем только я не работал, начиная от слесаря, слесарем и дворником, и сторожем, и санитаром скорой помощи, и художником. Большую часть, конечно, художником работал. Полночевое бюро пропаганды художественной литературы. Все перечислить просто невозможно. В общем-то, серьезно начал писать. Я довольно в зрелом уже возрасте. Мне было уже лет 25, наверное. Первые попытки мои, я их и раньше понимал, даже еще в школьные годы, но я их не считаю. А вот серьезно, когда я почувствовал, что да, вот тут что-то начало получаться у меня. Я работал как раз художником на вокзале, в кипятке. И зашел один знакомый и сказал, а что ты, вот ты же стихи пишешь, вот почему тебе не сходить в это самое литературное объединение. Ну вот я пошел и стал как бы серьезнее обращаться на это внимание. И как бы вот с этого момента я почувствовал, что вот все-таки я что-то такое начал делать. Руководя поэтической студией, многие годы Валерий Степанович взрастил не одно поколение алтайских писателей. Среди его первых студийцев были Елена Безрукова, Татьяна Баймундузова, Наталья Зелянская и многие другие известные в крае литераторы и деятели культуры. Как-то это случайно получилось. Я не собирался быть педагогом, не собирался воспитывать молодую, так сказать, поросль литературную. Это произошло случайно как-то. Мы как-то все собрались, литературная, так сказать, публика, и как-то вот вместе на кругу, так сказать, решили, вот как-то мы взяли меня, выбрали, что я буду вести литературную студию. В домашнем кабинете писателя первым делом мы, конечно же, поинтересовались его книгами. Вот тут я у вас увидела только три ваших книги почему-то на виду. И остальные? Остальные где-то они есть, но их искать очень долго. Их осталось, они в одном экземпляре где-то находятся и затеряны, наверное, во все внедрах этой квартиры, и найти их очень сложно. Без курьезных историй здесь не обошлось. Валерий Степанович рассказал нам случай, связанный с первой версией романа «Лилия долин». Это была маленькая пояс, написанная очень давно, еще где-то в 80-е, началась 80-е, 90-е годы. Потом она была заброшена, потом она была опять реанимирована, потом она печаталась в журнале «Встреча» под чужой фамилией, под чужим именем. Под именем Сергея Сорока. Там была так, смешная ситуация была. Выпал титульный лист моей рукописи, название, где название и фамилия, да? Выпал каким-то образом. И когда рукописи собирали, перед моей повестушкой, был рассказ Сергея Сороки. Я уж не помню, как он назывался. И получилось так, что вот идет рассказ Сергея Сороки, а потом без всякого этого продолжается моя повесть. Как будто это и Сергей Сорока написал. К счастью, это так получилось, потому что всю эту мерзость, которую я там написал, беспомощная какая-то вещица, я думаю, можем приписать Сергею Сороки, а не мне. Никто до сих пор не знает. Я вот открываю такую тайну. Еще писатель просил нас непременно упомянуть литературный журнал «Урал», здорово поддержавший в свое время автора публикациями и престижной наградой. Казалось, что меня все забыли, меня все забросили, я никому не нужен и так далее и тому подобное. Такие настроения. Единственное, что спас меня журнал «Урал». Ему я очень благодарен. Как-то так получилось, что благодаря, я помню, Слава Пасечник, он каким-то образом сосватал меня туда, взял мои стихи, отправил туда, а потом и прозу. И там это, в общем, пришлось ко двору. На «Урале», я думаю, меня знают, наверное, уже сейчас гораздо больше и лучше, чем я здесь, на Алтае. Да и мало того, мне еще дали премию, вот висит дипломчик, да, я стал лауреатом ежегодной литературной премии в разделе «Проза», как раз вот за номинацией «Проза», как раз за роман «Лилия долина». Насчет года литературы, конечно, это замечательно, это хорошо, для нас, литераторов особенно, потому что когда еще нас могут о нас вспомнить, нас заметить, обратить внимание на нас, и, может быть, в этот год произойдут какие-то серьезные события, сдвиги. Вспомнил стихотворение, старое написанное, да, я говорю, давно я писал уже стихи, я просто хотел узнать, какую же эру геологическую, эпоху мы живем, да, и с удивлением узнал, что мы живем в Кайнозойскую эру. Я всегда думал, что Кайнозойская, говорят, это мамонты, вот эти люди с каменными топорами в шкурах и так далее, оказалось, что эта эра-то еще продолжается. Это меня как-то так вот поразило, и вот я написал стихотворение такое, это я вас сейчас прочитал. Проливные дожди не спасают от боли и грусти, и вино не спасает, ничто не спасает теперь. Хоть бы кто заявился в глухое мое захолустье, взял за шиворот, в выволок силой за дверь, где закончился дождь, где на небе сверкает Венера, На Венере у них бесконечная эра любви, а у нас на земле все еще Кайнозойская эра, все еще обезьяны не сделали с толком людьми. Мы сегодня были в гостях и беседовали с Валерием Степановичем Котеленцем. Спасибо вам большое за нашу встречу, желаю вам побольше новых произведений, ну и нам в том числе побольше ваших новых произведений. Продолжим погружаться в писательскую среду Алтая уже в следующих выпусках Года литературы. С вами были Александра Вась, Николай Шелкон, Наши новости. Это с иллюстрацией.